И мне хочется продолжить ту тему, которую я уже веду некоторое время. И могу сказать, что прошлое воскресенье особенно хочу продулить сегодня. Очень хочу надеяться, что вы помните, о чем шла речь. Потому что я заметила, что в течение недели люди работали над этим словом, над собой. Если это меня радует, то я представляю, как это радует Господа. Будьте благословенны, дорогие. Итак, будем углубляться. Углубляться в Господа, углубляться в отношениях с Ним. Это глубина дороги, пути нашего к Нему. Все это проходит через Голгофу. Поэтому мы сейчас поговорим с вами еще о посвящении. Галатам 6, 14 говорится. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа, нашего Иисуса Христа. Которым все для меня, для которым для меня мир распят, и я для мира. Мы в прошлый раз рассматривали, что такое умереть для Христа. Чтобы Христос в нас явился. Вот я хочу продолжить эту тему. О кресте. Это действительно очень глубокая тема. И сегодня мы приоткроем ее немного. Потому что я думаю, что даже многие не совсем правильно понимают крест. Но Павел во многих своих посланиях пишет о себе, что он распялся со Христом. Что он распялся Христу. И как мы сейчас с вами прочитали тоже, как он говорит, что хвалюся разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа. Которым мир для меня распят, и я для мира. Давайте подумаем, с чем это сопряжено. Каждый ли может сказать, что он распял себя на кресте. Для Христа, во имя Христа. Вот каждый, кто даже говорит о себе, что да, я распялся со Христом. Я распял, мою натуру распял. Это то, о чем говорит Павел. Что он распял себя со Христом. Распят именно крестом Иисуса Христа. Давайте мы вот это рассмотрим. Мне очень хочется, чтобы вы поняли всю эту глубину. Что вот это, что такое распятие со Христом. Что это за действие такое. Соответствует ли оно переживаниям человека. Которое иногда постигает в связи с тем, что он допустил какие-то ошибки, какие-то искушения. И его постигли испытания, и он это говорит. О, я на кресте. Меня это распинает. Это положение просто как распяло меня. Можно ли сказать, что он распинается со Христом? Или же крестом Христа? Вот само распятие. Давайте рассмотрим, что это такое. Это всегда... Да, раньше это было что? Вид казни. И этот вид казни был приговорен для чего? Убить через крест. Это называлось проклятием. И должны были быть вот причины. То есть две причины существовали. Это обязательно должно было быть осуждение на смерть. Первое, это заслуженная причина, потому что человек был как разбойник. И это его приговаривали к смерти распять на кресте. Можно сказать, что это вернувшийся бумеранг. За его прожитую неправедную жизнь. Можно сказать, что это выросшие плоды, которые он семена сеял. Были причины для того, чтобы его так сильно осудили на смерть на кресте. Но вторая причина, по которой Иисус тоже был распят. И мы знаем, что некоторые последователи Иисуса Христа тоже были распяты. То есть были казнены. Но они не заслужили этого. И Иисус пошел туда добровольно. Принял эту казнь из любви к людям. Это вот разные вещи. Он взял чужую вину на себя. Он не заслужил этой казни, но он из любви. Он себя позволил убить и как к разбойникам причисленным был. Павел говорит о себе точно так же, что он пошел добровольно. Что он добровольно саделся жертвой за жертву. И за служение. За жертву и за служение. То есть вот этот крест люди избирают сами. Что за жертва, за жертву. За жертву он, то есть себя принес в жертву, за то, что когда-то Иисус принес. За Иисуса жертву. То есть Павел положил свою жизнь. Ради того, на что Иисус пожертвовал свою жизнь. Ради служения. Это и есть жизнь распятая со Христом. Крест из любви. Крест из любви и крест наказания. За беззаконие. Это два разных креста. Хотя они, может быть, и выглядят похожими, но два разных креста. На крест из любви идут добровольно люди. А на другой крест идут как наказание. Принужденно. Человека приводят туда его грехи. Приводят туда обстоятельства. И те, которых привели обстоятельства. Тех, которых просто осудили на этот крест. Собственные грехи. Он тоже испытывает муки. Он тоже страдает. Он иногда даже не понимает и считает это несправедливым. Чувствует себя распятым. Однако, он заслужил это распятие. Он поступал неправедно. Это его проблемы туда привели. Но это не является распятие со Христом. Не надо путать. Вот еще интересен один факт. Что это оба кресты. И тот и тот кресты осуждения. И Иисуса осудили. Всех апостолов и Павла всегда судили и осуждали. И Голгофа это место осуждения. И для осужденного праведника. И для грешника. И для того, который взял вину чужих на себя. И для разбойников. Для всех Голгофа. Одна Голгофа. Но почему и одни и другие идут на Голгофа? Почему они оказываются на Голгофе? Что это значит? Голгофа это лобное место. То есть открытое место. Когда все открывается. Обнаруживается. Человек, который много лет, быть может, хранил и таил. И из-под тишка что-то делал. Все равно все раскроется. И он будет обвиняем и осужден на лобном месте. На Голгофе. Это будет осуждение преступлений. Но также и тот, который жил свято и праведно, и страдал за людей, тоже оказывается на Голгофе. И бывает осужден за любовь, за истину. Потому что он никогда не приступал к закону. Но был осужден, как Иисус. Как сказано об Иисусе. Исайя 53, 12. Посему я дам ему часть между великими. И сильными буду делить добычу. За то, что предал душу свою на смерть. Сам предал. Их злодеем причтен был. Тогда как он понес на себе грех многих. Из-за преступников сделался ходатаем. И так мы видим, что и в том случае, и в другом случае человек причтен к злодеям. В глазах людей причтен. В глазах людей он осужден. И только один Бог знает причину осуждения. Люди могут даже не разобраться, за что этот человек на Голгофе в данный момент. Зачем он приговорен к распятию? Но знает Бог, кто в данный момент его обвиняет? Кто в данный момент его осуждает? Судит ли его Господь? Или это неправедный суд? Осуждающих? И мне хочется сразу оговорить. Тот факт, который люди считают, что они распялись со Христом. Верующие люди, христиане. Что даже праведники, которые стараются жить праведно, они немножечко не понимают смысла креста. В Библии, в Евангелии говорит Павел о том, что он распял плоть со страстями и похотями. И нам советует распять плоть свою со страстями и похотями. И как вы думаете, если вы будете распинать свою плоть со страстями и похотями, это называется сораспятие со Христом? А я вот услышала такое, что люди вот это принимают, что вот они сораспялись со Христом. Они же распяли свою плоть со страстями и похотями. Но Иисус Христос Свою плоть со страстями и похотями не распинал, у Него их не было. Он был распят за любовь и за принесенную в мир истину. Он был распят за людей. Не для того, чтобы больше не грешить. А Он даже оправдал грешников, взяв их вину на Себя. Но, скорее всего, верующие, распиная свою плоть со страстями и похотями, считают это за героизм. И говорят, ну что, мы же уже распялись со Христом. Мои дорогие, вы просто приговорили разбойника внутри себя. Ваш разбойник распят, слава Богу, если вы это сделали. Вы его приговорили ко Кресту. Мы осуждаем Свою плоть. Мы осуждаем Ее на смерть, на крест. За преступления, какие она хочет совершать или совершала когда-либо. И это вполне справедливо. Однако, Павел и это сделал сам, для себя. Но призывает к другому. Он призывает к высшему и глубокому. Он не только распял свою плоть со страстями и похотями, но еще и сораспялся со Христом. А это совершенно другое распять. Галатам 2, 19-20 написано. Я сораспялся Христу, и уже не я живу. Но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верой в Сына Божьего. Возлюбившего меня и предавшего себя за меня. То есть предоставил свою жизнь. Предоставил ее Христу. Себя, свое я, свою жизнь, свою душу. Он распял, умертвил. Для того, чтобы в нем действовала сила Христа, как мы говорили в прошлое воскресенье. Чтобы сила воскресенья Христа действовала в нем, он умертвил себя. Это не грехи в плоти. Это жизнь на Христе. Я прочитаю 2 Коринфян 4, 11-12. Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса. Не ради того, чтобы не грешить. Чтобы прекратить грешить. Ради Иисуса. Чтобы и жизнь Иисуса открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас. А жизнь в вас. Я думаю, более понятно становится для вас сейчас, что такое сораспяться со Христом. И Павел объясняет это, что он сораспялся со Христом. Сораспялся, значит, распял свою жизнь на кресте со Христом. И все только для того, чтобы больше не он жил, а Христос жил в нем. Чтобы служение Христа внутри него состоялось, и через него состоялось служение Христа. Если человек на это не пойдет, верующий христианин, хороший праведник, служитель, но если он не распялся со Христом, он будет свое служение делать. Он будет служить сам, а не Христос через него. Вот в чем дело. Почему Павел и хотел, чтобы уже не я дал ему все права, его нету. Ни на что, ни на этот мир, ни на эту жизнь, ни на служение, его нету. Просто уже не я, а Христос. Христос, который живет во мне. Он умер и для мира, и для креста, и крестом Христа распял и себя, и мир. Вот что он сказал Галатам 6, 14. А я не желаю хвалиться. Вы знаете, как многие желают хвалиться. Не могу не сказать этого. Что-то чуть-чуть сделают для Христа, и хотят хвалиться. И уже и на Фейсбук, и везде хвалятся. Павел говорит, я не желаю хвалиться. Разве только крестом Господа, нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Это то, о чем неоднократно говорил Иисус. В разных притчах, в разных обращениях. Ну, все время предлагал одно. Я просто повторю одно маленькое место, а вы услышите, потому что во всем Евангелии прослеживается эта нить. Это Иоанна 12, 24, 26. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Иисус говорил не о зернах, не о пшенице. Он не к сеятелям обращался. Он обращался к нам. Хотите приносить плоды? Надо умереть. И не то, что плоть должна умереть для греха. Не путайте это распятие разбойника. Себя. Себя. А если умрет, то принесет много плода. Поэтому удивляются. Ой, как Павел столько церквей открыл. Да. Потому что умер. Потому что вместе со Христом умер. Он предпочел свою жизнь жизни Христа. Любящий душу свою погубит ее. А ненавидящий душу свою в мире всем. Сохранит ее в жизнь вечную. И дальше он говорит, кто мне служит, мне допоследует. Много последователей у Иисуса Христа. Все это я сомневаюсь. Кто мне служит, мне допоследует. И где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец Мой. А как служит, Иисус сказал, перед этим? Нет другого. Дальше ты служишь себе, своему имени, своей знатности. Служишь под именем Бога. Но Ему ли ты служишь? Он ли через тебя? Чтобы ты умер, это будет видно. Умереть для того, чтобы дать жизнь другим? Еще раз повторяю, это не то, что распять свою плоть со страстями и похоти. Я хочу, чтобы вы это услышали. не о таком кресте говорит Христос. Когда Он говорит, возьми свой крест. Когда Он сказал, отвергни себя, возьми свой крест и следуй за Мной. Разве Он имел в виду этот крест разбойников? распни свою плоть со страстями и похотями и следуй за Мной. Я вам скажу, это обязанность каждого христианина. Если ты христианин, ты просто обязан распять свою плоть со страстями и похотями. Это обязанность христианина. Ты не имеешь права на грехи. Не имеешь права. Но когда ты совершенно другого ищешь, самого Господа, когда ты услышал слова Христа, отвергнись себя. Это и есть. Распнись для Христа. Тогда ты можешь следовать за Ним. Взять вот этот крест. Крест, на который ты предашь свою жизнь, свою душу, ради грешников, ради тех, за кого Христос умер. Вот это есть тот крест, на котором мы должны распяться со Христом. Это и есть суть распятия со Христом. Когда ты уже не ты, да, сказать, так может каждый. Говорите сколько угодно, это видно. Это видно. Принесенная в жертву собственная жизнь. и есть жертва за жертву. Это за Христа. Вот как Павел это объясняет. Второе Коринфлям 4, 10-12. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашему. Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Предаемся на смерть. Не для того, чтобы удерживать свои грехи, а для того, чтобы Иисус жил в нас. Открылся в нашем мертвом теле. И те, которые распинают свою плоть со страстями и похотями, должны понять это обязанность. Это обязанность каждого верующего. Павел очень хорошо сказал об этом тоже, что это обязанность верующего. Римляне 5, 7, 8. Он говорит, что если кто-то умрет за праведника, разве только за благодетеля? Может быть, кто-то и решится так умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Что Он этим объясняет? Что на такую жертву способен только тот, кто любит. Если не любишь, ты не можешь принести свою жизнь к жертву. Это невозможно. Это крест любви. Еще раз повторяю, туда никого не приведут насильно. на этот крест идут добровольно. Если нет внутри тебя такой любви к Господу, и такой любви от Господа к людям, ты не пойдешь на этот крест. Никогда. Я хочу показать вам одну интересную вещь. Это разговор Иисуса Христа и Петра. очень интересный. Иоанна 13, 34, 38. Давайте посмотрим, о чем они говорили. Иисус обратился к ученикам сначала и говорит, заповедь новую даю вам. Долюбите друг друга. Как Я возлюбил вас, так и вы. Долюбите друг друга. Поэтому узнают все, что вы мои ученики. Если будете иметь любовь между собою. Симон Петр сказал ему, Господи, куда ты идешь? Иисус отвечал ему, куда я иду, ты не можешь теперь за мной идти, а после пойдешь за Мною. Иисус ответил ему, где я иду, ты не 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 follow me, but you should follow me afterwards. Петр сказал ему, Господи, почему я не могу идти за тобой теперь? Я душу мою положу за тебя. Иисус отвечал ему, душу твою за меня положишь. Истина, истина говорю тебе, не пропает петух, как отречешься от меня трижды. Вот этот разговор произошел буквально накануне распятия Иисуса Христа. Иисус, когда обратился к ним, сначала сказал о том, что Он просит иметь такую любовь. Это новая заповедь, такая любовь, которую Иисус любит. И Петр спрашивает Иисуса, а куда ты идешь? Если так рассмотреть, все эти три года, все апостолы все время ходили рядом с Иисусом. Поэтому этот вопрос очень актуальный. Куда ты идешь? Почему это вдруг? Мы не можем пойти с тобой. Он говорит, сейчас не можете пойти. Почему? Петр просто удивляется, почему не можем что тут такого? Пойдем с тобой дальше. И Петр настолько уверен в своих славах, что пойду. Поэтому он и говорит, да я душу положу за тебя, что ты Иисус, пойдем. Посмотрите, разве не то же самое делаем мы, церковь? Сколько говорят, да мы пойдем за Иисусом, да мы его ученики, да мы последователи. Что это мы не можем за Иисусом идти? Да мы уже идем за Иисуса, мы уже последователи. Но Иисус услышал Петра и ответил ему вопросом, душу твою за меня положишь? Сколько и так говорят? Сколько и так хотят? Да, что мы за Христа, мы за Него? А вот этот вопрос интересно к кому? Не к тем ли, которые уверяют, что они душу положат за Христа? Иисус спросил, душу твою за меня положишь? Почему Он это задал вопрос? Потому что Он увидел, что Петр еще не готов. Он еще не готов идти на крест. Он не достиг еще полноты такого посвящения. Он только в этом процессе. И Он знал, что при первом же искушении Петр будет отрекаться. Истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от Меня трижды. Сам же и ответил Иисус. И мы знаем, так и произошло. Первое испытание, и Петр сказал, не знаю его. Это не Петр виноват. Таких Петров полные церкви. На эмоциях многие говорят, мы верны Господу, мы верны Ему. До смерти мы будем идти за Ним, мы Он. Но при первых искушениях или испытаниях посерьезнее, может быть, оглянешься, а где эти верные? А их и нет. Скажут, извините, не знали. Но меня утешает один ответ дальше Иисуса Христа. И утешение пусть будет для всех нас. Он сказал, куда я иду, ты не можешь теперь за Мною идти, а после пойдешь за Мною. Да, Иисус видел, что сейчас Петр не готов. Но придет время, когда его посвящение войдет в такую глубину отношений, что он пойдет, и на крест пойдет, и не отречется. И многих так видит Господь, что сейчас еще не готовы, хоть и кричат, и говорят. Но должно быть вот это любовь, исполнение такой властью любви, такой силой любви, когда уже пойдешь на все. И Петр пошел не под конец своих дней, когда мы знаем, что он распят был. Но он жил в распятии со Христом. Так же, как и другие апостолы, многие ученики. Итак, пойти за Иисусом, последовать за Ним, это означает непрестанно предавать себя смерти. Ради Него, ради Его служения, для того, чтобы Он жил в тебе, для того, чтобы Он в тебе открылся. А это посвящение. Это посвящение. Это не распятие просто плоти, грехами со своими. Итак, я хочу сказать, что все, кто Христовы, все, кто Христовы, все распяли свою плоть со страстями и похотями. Это говорит даже Павел Галатом 5, 24, 26. Он говорит, те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг друга завидовать. Итак, это обязанность. Если ты Христов, если ты христианин. Ну, а дальше, как сказал Иисус, если хочешь быть совершенным. Если хочешь идти за Ним, тогда изволь. Иди на крест. Добровольно. Сороспни со Христом. Я вам скажу очень откровенно и честно, что этому всегда помогают. Те, которые решились идти на крест, добровольно им всегда помогают. всегда находятся те, которые тебе подтолкнут и помогут на крест зайти. Избирающие вот этот путь полного посвящения должны приготовить себя к тому, что прошел Иисус. Он сказал, последуй за мной. Вот что прошел Иисус. Как Он взошел на этот крест. И через предательство, и через непонимание близких. Это крест, это Голгофа. Это место, где ты один на один, лицом к лицу со страданиями Христа. И никто не сможет тебе на кресте помочь. Как мы видели с вами, Иисус висел на кресте. Кто помог Ему? Любили Его апостолы, любили. Но помочь невозможно. И предотвратить это тоже невозможно. Облегчить страдания на кресте невозможно. Это страдания один на один. Ты на кресте. Это личные переживания каждого. Каждого, кто зашел на крест. это Его личный выбор. Потому что и у креста, на котором был распят Иисус Христос, мало кто понимал причину. Это потом стало понятно. А до этого было непонятно. Кто окружал, давайте посмотрим, окружение Иисуса, когда Он висел, бедный, страдал на кресте окружение. Окружали Его те, которые Его обвинили, приговорили и наблюдали за тем, как этот приговор будет исполнен. Те, которые привели в исполнение этот приговор, стояли у креста. Стояли у креста. Народ любопытный, пришедший посмотреть, как зрелище. Им было любопытно, что будет дальше. Как Он будет страдать, как Он будет умирать. И были те, которые скорбели вместе с Ним рядом. Они потеряли учителя, они не понимали то же, что происходит, но их сердца разрывались от боли. Итак, я хочу, чтобы мы поняли, что у креста всегда есть. Обвинители, исполнители приговора, наблюдатели и сочувствующие. Это всегда у любого, кто распинается за Христом. Поэтому Сирах написал очень мудро. Мне очень нравится это место, и оно обращено к тем, которые хотят посвятить себя на служение. Сирах 3, 1, 5. Сын мой, если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу твою к искушению. Управь сердце твое и будь тверд. И не смущайся во время посещения. прилипись к Нему и не отступай, дабы возвеличиться тебе напоследок. Все, что не приключится тебе, принимай охотно. И в превратностях твоего уничижения будь долго терпелив. Ибо золото испытывается в огне, а люди, угодные Богу, в горниле уничижения. Итак, приготовьте себя, те, которые желают идти за Господом. К превратности уничижения. Потому что всегда найдутся обвинители, которые используют кого? Исполнители приговора. Они всегда чьими-то руками или устами это проделывают. Сами же стоят в стороне и наблюдают, как мы видели с Иисусом Христом. Все говорят, римляне распяли. Да не римляне были исполнителями. А распяли фарисеи, иудеи, свои же осудили, плеветали и привели на крест. вина не не сказать, что с исполнителей снимается вина. Нет, и с обвинителей не снимется. И те, которые ручки омыли, думали, что они здесь ни при чем. Есть такой сорт людей, как Пилат, который омыл руки и думает, ну теперь с него вина снята. Он непричастен. Однако, если ты не вступился, значит, ты поддержал обвинителя. И такое тоже есть. Нейтрального не будет. И это надо знать. И надо знать, на что мы идем. Мы идем за Господом. Кто любит Господа, тот смотрит на Него. На все это Иисус смотрел другими глазами. И на продающих, на ручки омывающих. Он смотрел только на Отца Своего и Его любовью на остальных. И ты тоже, кто выбирает это, должен научиться любовью смотреть на все. Как Христос смотрел с креста. Он не за себя плакал, не за себя переживал, а за тех, которые стояли в крестах. Те, которые не понимали, что творят. Вы знаете, Павел писал те же самые слова, интересные Деяния 28, 17. Через три дня Павел созвал знатнейших из иудеев, и когда они сошлись, говорил им, мужи братья, не сделав ничего против народа или отеческих обычаев, я в узах из Иерусалима приведен в руки римлян. не сделав ничего против закона, против народа, неся истину, служа любовью, являя Христа, ты оказываешься на кресте. Но этот крест добровольный, он на нем собственно и жил. Его жизнь была са креста. Мы призываемся жить на кресте, это другая жизнь. Это жизнь в любви Христа, в смерти для этого мира, в смерти для собственной души, из любви к братьям и сестрам. Это любовь. Понимаете? Он описывает это, если бы он сделал что-то, тогда бы он был как разбойник на кресте за свои грехи. Но он говорит, я каждый день умираю. Свидетельствую в том, похвалою ваших братьев, которые я имею во Христе Иисусе Господе нашим. Это некрасивый оборот речи, это его жизнь. Еще одно место хочу, чтобы мы с вами тоже увидели. Галатом 6.17 говорится, Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем. Какие язвы Господа Иисуса он носил на теле свое? Сигматы? Нет, мои дарья. Это осуждение. Он был изъязвлен. Его били. Так же как Иисуса. 40 ударов без одного палками. Он был гоним, он был камнями побиваем. Это все были что? Язвы Господа Иисуса в нем. И от кого он их получал? От своих же. От тех, которые считали, что знают истину. Вот это и есть крест Иисуса Христа. И язвы Иисуса Христа у тех, которые избирают этот путь. Но это путь славы. Это путь истинной славы. Здесь он так не выглядит, но он славен на небесах. Что человеку дороже? Слава здесь, этого мира временная или вечная слава на небесах? Как сказал Иисус, того почтит Отец Мой. Что выбираем? Хотим, чтобы Отец почтил? Или хотим почести от людей? Это разные два пути. Хотя будут называться служением, христиане, помазанники, но выбирайте сами. Выбирайте. Я вас благословляю на то, чтобы услышать это слово и глубоко понять, потому что сегодня утром в молитве я тоже услышала, что Бог призывает в глубину в глубину, не просто его отношение к глубину, а в глубину познания его. И он открывается через слово свое и входит в глубины познания его. И сегодня это тоже была глубина. Я очень хотела бы надеяться, что вы вошли в это. Я вас благословляю. Давайте. субтитры субтитры субтитры